всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас воскресенье замечательная погода солнечная что у нас сегодня до 12 января у нас сегодня и градусов градусов у нас сейчас глянем у нас прям 18 градусов очень тепленько ветра сказать что нету нельзя потому что маленький есть ветерок но солнышко греет очень приятно очень тепленько вот а я гонюсь на две цели еду в костку надо заправиться перед работой и еду на мойку надо помыться перед работой вот один потому что кантоша пришел друг его одноклассник джейсон вот у них там сегодня будет фортнайт баттл и все дела и на скейтах они пойдут кататься вот поэтому маришка осталась с ними дома вот а я еду еду по делам перед работой надо сделать эти дела обязательно потому что надо ехать на работу на чистой машине я ее получается мыл в пятницу вчера не мыл потому что ну так я в пятницу мало поработал совсем не было работы вот как вы уже догадались из названия влога что речь пойдет работе uber лифт ну и вот я буду потихонечку обо всем этом рассказывать вот а так как было мало работы она практически не запылилась все было чистенько мы просто дома и попылесосили себе в гаражике аккуратненько вот и я поехал а вчера уже я отработал как положено 12 с половиной часов наездил 226 миль это получается где-то но еще 50 процентов 350 где-то 350 километров в общем нормально закатнулся вчера можете в инстаграме глянуть я туда иногда выкладываю маршруты какие я наезжаю в общем полную картину своего маршрута то есть очень интересно иногда получается как я рассказывал заедешь в один район и крутишься крутишься и вот так вчера получилось что я самого начала поехал в лонг-бич рядом с лонг-бич есть такой городок сан-пидро и вот я из одного в другой из одного в другой по мосту там катался по лонг-бич катался в лонг-бич не очень люблю работать работа идет в основном в даунтауне очень много одностороннего движения очень много таких нестандартных развязок поэтому не люблю но вчера я подумал надо любить потому что что делать туда частенько закидывает и надо любить кататься и там но дело собственный разговор в общем не об этом вот сегодня я хотел рассказать о тех изменениях в оплате которые произошли в убере за последние полгода вот убер это платформа на которой я езжу 90 то и больше процентов своего времени на лифте я езжу мало но как-то так повелось что не знаю почему сказать что я больше люблю убер или лифт ну как-то на убере я сразу начал больше работать и почему-то когда я собирался начать работать на убере я как бы хотел потренироваться на лифте видимо это так получилось потому что на тот момент когда я начинал работать убер уже был развитой платформой вернее он только начинал развиваться но лифт был вообще до первой ступеньки на нулевом уровне вот поэтому убер был на тот момент очень развитой платформой, лифт совсем начинал только, и я подумал, чтобы не нахватать косяков и плохих оценок и звезд, я решил потренироваться типа на лифте, а потом работать на убере, вот, потренироваться не получилось, потому что лифт совсем мало поездок давал, автоматически я перешел сразу на убер, и пошло-поехало, и вот как-то поэтому у меня убер все время работает чаще, ну и они дают разные акции, акции, которые касаются оплаты труда, и в общем опять же, наверное, из того, что я начал раньше работать на убере, и они больше тогда давали акции, они по времени платили, там очень много разного было, если интересно, задавайте вопросы, я расскажу подробно, а то я как-то ударился в историю, и не рассказываю, что почем, какой хоккей с мячом, собственно, о сегодняшнем влоге, вот, так вот, так вот, короче, на убере я больше катаюсь, ну и что, и получилось, значит, какие произошли изменения, значит, лифт где-то с полгода назад начал платить бонусы следующим образом, когда ты въезжаешь в определенную зону, он пишет, на данный момент дополнительно к вашей поездке вы получите, например, доллар пять центов, и этот счетчик тикает, типа так, доллар семь центов, доллар девять центов, доллар одиннадцать центов, и так далее, и тому подобное, причем в десятке, наверное, четыре раза прибавляется по два цента, один раз по три, почему, так я не знаю, это было заманчиво, интересно, потому что пока ты едешь в определенную область, можно было набрать плюс к следующей поездке, например, десять долларов, вот, если берешь поездку, например, два восемьдесят минимальная цена, и плюс десятка сверху, это вообще сказочно получается и сладенько, вот, ну и Uber тоже, а Uber в это время платил следующим образом, у него были красные зоны, и, например, выделена зона, коэффициент два с половиной, то есть, если ты берешь расстояние, например, четыре мили, умножаем на десять, получаешь как за десять, вернее, на два с половиной, получаем как за десять миль, берешь за десять, получаешь как за двадцать пять, в общем, это было очень классно и даже интереснее, чем на лифте, но так как это две платформы, конкурирующие между собой, Uber не так давно может быть, вот я говорю, в течение последнего полугода, я как-то не рассказал об этом, ну, почему-то считал, может быть, никому не интересно, может быть, никому не надо, хотя вот у меня появляются знакомые, которые интересуются, как работать на этих платформах, просят какие-то консультации, потому что только начинают, а у меня, как-никак, уже опыт какой-то есть, и я решил, теперь буду этим во влогах делиться, чтобы вот так вот людям можно было не звонить, а посмотреть и узнать сразу, или знать последние новости, по крайней мере, так вот, что сделал Uber, он взял эту фишку от лифта оплатить за поездку дополнительные деньги, но он это сделал тоже по-своему, он же не может скопировать тупо, и они, значит, что сделали, они оставили те же выделенные области, только следующим образом, вот, например, рассмотрим на примере Минска, то есть есть центр Минска, есть окраины, вот Uber так выделяет какую-то область, например, окраины, это чем ближе к краю, тем свет более светло-розовый, чем ближе к центру, он более красный, и, например, вот, доходило до того, что в центре, в пиковом вот этой области, они давали по 25 долларов за поездку, вот, туда надо, конечно, попасть, если тебе не повезло там оказаться в нужное время, и сразу мне это не очень понравилось, потому что, во-первых, таких сразу на ценах не было больших, было 5, 10, вот так вот как-то, да, и мне было это неинтересно, почему, потому что, когда я еду на Excel, я получаю коэффициент полтора, типа поездки X, например, да, то есть если я на X еду на 10 долларов, то Excel сразу получается автоматом 15 и выше, и если мой этот Excel умножался на 2, на 4, на 5, как это Uber давал, да, представляете, например, вот едешь на Excel 20 миль, это получается где-то 30-35 долларов, и коэффициент 5, сладенькая сумма получается, и поэтому мне это не очень понравилось сразу, но потом появилась обратная сторона этой медали, когда ты попадаешь в хорошую зону и получаешь 15 долларов плюс к поездке, например, там 10 или 20, и получаешь поездку на полмили на милю, то есть когда сама поездка стоит 2,80, там 3,50, и ты получаешь 20 сверху, то это очень прикольно, потому что поездка быстрая, а деньги большие сразу, и учитывая тот момент, что Uber еще к этому дополнительно дает акцию, типа сделай там 70 поездок и получи, например, 130 долларов или 80, и получи 155 сверху, то когда ты делаешь коротенькие поездки вот с этими бонусами, это очень хорошо, и на коротенькой поездке бонус лучше, чем, например, ее умножать даже с коэффициентом 5, потому что если поездка на полмили, ну ты получаешь 2,80, поездка на полмили, коэффициент 5, ну ты получишь за нее там, ну, до 10 долларов, то есть это сторона с двумя, медаль с двумя сторонами, вот, поэтому, в общем, я как-то привык и стало прикольно, а что получается вчера было и вот на эти выходные, значит, после Нового года конкретный спад, видимо, ну не видимо, а в Америке тоже так, и как в Беларуси люди сливают баблищи на Новый год, и, в общем, месяц где-то после Нового года такое получается затишье, выключу поворот, чтобы не щелкнул, вот, и получается, что сейчас как бы работы так немножко, скажем, прямо маловато и немножко нет, Uber это все просекает, он не дает эти повышающие коэффициенты, и он почему-то, вернее, повышающие бонусы, и он изменил политику, не знаю, это только вот касается января этих выходных, или это опять вернулось назад, в общем, он перестал давать за красные зоны деньги, а стал давать опять коэффициенты, и вчера, как назло, получаются вот эти вот коротенькие поездки по мили, по полторы, а то даже и по 0.6, и они умножаются, там самые большие коэффициенты вчера были 3, в общем, получается совсем как-то малоинтересно, вот, но что они интересное сделали, они написали, так как сейчас есть такое слово в английском low, низкий период, низкий заработок, если дословно переводить, то есть, а еще slow есть интересное слово, медленный, медленный заработок, вот, они что сделали, ты выбираешь себе акцию, сколько ты поездок сделаешь, например, если ты сделаешь 15, до 15 поездок акция не работает, 15 поездок и больше, ты выбираешь эту акцию, и они будут у тебя забирать не 20%, а 16%, то есть, 4% ты получаешь бонус к своей зарплате, к любой зарплате, которую заработаешь, ну, вернее, они заберут тебя, что я говорю, говорю, заберут с твоей зарплаты, грубо говоря, не 20%, а 16%, то есть, если ты заработал сотку, они заберут не 20%, а 16%, ты в нем в маленьком таком плюсике, но если ты делаешь 45% и больше, то они заберут всего 4%, получается, если ты зарабатываешь сотку, то они у тебя заберут не 20%, а 4$, то есть, вот это вот очень классно, это мне тоже понравилось, не знаю, насколько этот период затянется у них, вчера я взял акцию 45+, вот, и, в общем, тем самым поднимется у меня заработок, благодаря тому, что они будут меньше забирать, вот такое вот интересное у них нововведение, с одной стороны, они изменили назад, убрали деньги, вернули коэффициенты и уменьшили свой процент, вот так вот, до 4%, каламбур какой-то наговорил, вот такие вот новости в Uber, ну и на лифте я не ездил, где-то вообще месяц, потому что декабрь был очень насыщенный, Uber давал большие бонусы, то есть, у лифта шансов включиться даже не было, я его только включал на дорогу домой, чтобы когда возвращаюсь, я уже заканчиваю, понятно, что спрос падает, вот, и бывает заедешь за 100 миль, за 70, за 80, вот так вот, поэтому не хочется домой пустому ехать, не один даст, так другой даст поездку, и получается, вот, я для этого включал лифт, и, в общем-то, он мало-мало попадал в работу у меня совсем, а вчера из-за того, что, и в пятницу, и вот сегодня, я думаю, также из-за того, что спрос низкий, чтобы не простаивать вот так вот, не ждать Uber, я включал лифт, и, в общем-то, такое впечатление, что лифт тоже что-то изменил, стал платить больше, пока я не разобрался, но было несколько поездок, Excel и X, и я увидел, что, в общем-то, без коэффициентов, они мне показались более высокооплачиваемыми, чем на Uber, то есть, возможно, они свою долю, тоже свой процент понизили, чтобы дать водителю больше заработать, ну, чтобы водители не разбегались, вот в этот, говоря английским языком, медленный и низкий период, когда нету, как говорится, опять же, английским языком всадников, потому что, когда переводишь всякие сообщения, то почему-то переводчик переводит не пассажир, а всадник, или наездник, вот, такой вот интересный английский язык, в предословном переводе, что-то в горло попало, извините, вот, собственно, такие изменения произошли, или происходят в этом месяце с Uber и с лифтом, с этими двумя платформами, а у меня маленькое изменение, как вы заметили, непонятный формат записи, я записываю на телефон, который повесил под зеркалом, потому что, так как, не так, как раньше на видеорегистраторе писал, в общем-то, на регистраторе писать мне удобнее и интереснее, и картинку вам можно показать другую, вот так вот солнце не засвечивает до белого лица, но проблема в том, что монтировать видео совсем нет времени, это первая, самая главная проблема. Вторая проблема, просмотры на канале достаточно маленькие, и, опять же, платить монтажеру, просто так платить монтажеру за монтаж видео я не могу, потому что канал не дает того дохода, чтобы взять монтажера на зарплату, а платить за просмотры, сделанные, вот если монтажер сделал видео, и платить ему с этих просмотров, даже отдавать, если я буду весь доход с канала монтажеру, то ему неинтересно монтировать, потому что, ну, это, честно говоря, получаются копейки, они не стоят того времени, которое уходит на монтаж видео, вот, поэтому будет вот так, то есть, возможно, если будут у вас просьбы, пожелания, предложения, возможно, я иногда буду записывать на видеорегистратор, который смотрит наружу, вот, чтобы сделать такое видео, картинки, скажем так, Америки, ну, а в основном теперь видео будут вот такие вот на телефончик, я их даже и обрабатывать не буду, не резать, ничего добавлять, прямо с телефона могу кидать в YouTube, это очень быстро и, так сказать, удобно, вот такие вот дела, а я приехал на Костку, сейчас буду заправляться, тут сегодня маленькое столпотворение, к сожалению, прямо так приходится перекрывать дорогу всем, из-за того, что создается толпа, вот такие вот дела, ну, вчера на Костке людей вообще не было, а если на Костке нет людей, это, знаете, как показатель того, что что-то происходит нестандартное, то есть, если на Костке нет людей, значит, можно сразу сказать, что и на Убере, и на Лифте будет меньше работы, хотя из Костки мало людей, я редко забираю, из магазинов, можно сказать, я забираю где-то, ну, в день одного-двух человек, которые вот так вот покупают пакеты и возвращаются домой, но, тем не менее, я заметил такую тенденцию, если на Костке нет машин, если на заправке, а, соответственно, тогда и на заправке нет машин, то получается, что и работа будет такая, немножко медленная, вот, ну, вот, собственно, наверное, и все коротенькое видео, бензин у нас подешевел, стоит 3 доллара 0,79 центов, по крайней мере, это было вчера, это приятная новость, потому что еще не так давно мы платили за бензин порядка 3,7, и 10, потом он потихонечку полз, 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 и вот уже под Новый год он спустился на 3 доллара 10 центов, и тенденция продолжается, это очень радует, потому что чем дешевле я заправлюсь, тем больше мне останется, вот, моечка рядом здесь вот есть на Костке тоже, она стоит 7,99, но я моюсь в другом месте, про это скоро будет видео, вот, вроде и все, пишите, как вам такой формат записи, если не понравится, то, к сожалению, ничего изменить не смогу, потому что с двух камер монтировать надо очень много времени, и, как я вам сказал, что, к сожалению, времени на это нет, и самое главное, что время можно было бы находить, если было достаточное количество просмотров, вот, чтобы можно было как-то поддерживать монтажера, но, сами понимаете, чисто, как это сказать, на инициативе, на альтруизме, далеко не уедешь, поэтому вот как-то так, все, с концом как-то затягиваю, всем хорошего настроения, здоровья, бодрости духа, улыбок на лице, положительных эмоций, вы были на канале Наша жизнь в Америке, New Life is my life, увидимся в новом видео, до встречи, bye-bye, пока-пока.